В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Светлогорском центре культуры прошло новогоднее представление. Эту акцию, начатую много лет назад по инициативе президента Республики Беларусь, справедливо называют самой доброй в стране. Четверть века тысячи взрослых делают все возможное, чтобы детские мечты сбывались. И надо отметить, волшебники неплохо справляются с поставленной задачей. Этот год не стал исключением. Я очень рада гостям. У меня всегда царит лето. Вокруг покой и красота. Ни забот, ни хлопот, только отдых и светлая радость. Нет, нет, я должна спасти Кая. Роза, помоги мне выйти отсюда. Выполняю твое второе желание, Герда. В этот день детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей из малообеспеченных и многодетных семей, поздравила председателя районного совета депутатов Людмила Величко. Я всем вам, вашим родным и близким, учителям хочу пожелать крепкого здоровья, душевного комфорта, семейного благополучия, исполнения всех заветных желаний, чтобы все у нас было хорошо в семье, в Светлогорском районе и в целом в стране. Ну а самое главное, это, конечно, мирное небо над нашей замечательной страной. С праздником! С наступающим Новым годом! Массу ярких эмоций и впечатлений оставила в сердцах участников благотворительной акции «Музыкальная сказочная феерия. Новогодняя история Снежной королевы». Дети вместе со сказочными героями пели, танцевали, веселились и загадывали желания. После окончания представления каждый из присутствующих смог пообщаться с новогодними героями, рассказать Деду Морозу о своих мечтах и пожеланиях. Благотворительная акция «Наши дети» – душевная традиция, которая по душе и детям, и взрослым. Чтобы поучаствовать в ней, не нужно ждать приглашения, ведь найти тех, кому сейчас нужно внимание, очень просто. Необходимо просто оглянуться вокруг и сделать шаг навстречу добру. Хэппи-ньюэр, хэппи-ньюэр, этот мир, ну, может, станет чуть добрей, и в толпе случайной мы найдем друзей. Субтитры создавал DimaTorzok